Два месяца телеканал Енисей готовил большой велопробег сердца километры. Все это время мы рассказывали истории ребятишек из детских домов и искали все новых участников проекта. И вот сегодня 9 ребят отправились в большое велопутешествие длиной в 70 километров. Все началось утром в Железногорске. Именно сюда съехались ребята из детских домов края. Участники велопробега – обычные парни и девчонки. Это велопутешествие для многих из них чуть ли не самое авантюрное приключение в жизни. Здесь они впервые увидели друг друга. Целых три дня ребятам предстоит бок о бок крутить педали по маршруту шести населенных пунктов. Железногорск, Сосновоборск, Вознесенка, Исауловка, Березовка и конечная точка в этом пробеге – Красноярск. Дорога предстоит не из легких, но ребята полны сил. Ведь каждый километр пути в этом большом путешествии – это желание открыто заявить о проблеме сиротства в крае. Посмотреть на Железногорск, проехаться, показать акцию. После велопробега все видно, конечно, будет сблизиться, поговорим, пообщаемся. Несмотря на то, что дети тренировались перед марафоном, многие волнуются. С ребятами едут наставники, воспитатели из детских домов. Они и помогают ребятам в последних приготовлениях. Кружка давай поправим. Все прекрасно. Все нормально? Все спать? Ну, все, пройдем. Удачи, давай, Саняка, все. Марш! Старт дан. Первый отрезок пути – самый сложный. Ребята передвигаются по оживленной трассе. Уже немного подзабитые мышцы, неровное дыхание, и вот на горизонте уже виднеется Сосновоборск. Это малая родина одного из участников проекта Алексея. Мальчик говорит, пусть городок этот и маленький, но здесь есть на что посмотреть и, главное, показать своим новым товарищам. До своей примечательности, потом, как, где находится, кинотеатр наш хотел бы показать, потом, весь город бы хотел показать, аллею. Марафонцы проехали по городской аллее, главным улицам, прямиком к местному детскому дому, где их уже ждали другие ребятишки. Прием здесь был не менее радушный. Дети пели, танцевали, водили хоровод и рассказывали стихи. Кстати, живут здесь ребята не группами, а семьями. Именно так социализируются в быту и обретают чувство ответственности друг за друга. Организаторы велопробега не остались в долгу и привезли ребятам не просто подарки, а настоящие эмоции. Поддержать сердце километров Сосновоборск приехали хоккеисты из клубов «Сокол» и «Красноярские рыси». Они провели для всех детей хоккейную викторину и мастер-классы. Возможно, кто-то из этих ребят станет новой звездой хоккея. Удивительно, но в детских домах края сегодня действительно немало настоящих чемпионов, и со спортом здесь многие на «ты». Вязали с собой инвентарь вратарский, покажем форму, все основную защиту, попримеряют, пооденут. Дадим им попробовать подержать клюшки хоккейные вратаря, игрока. Организация проекта длилась два месяца, и за это время «Сердце километры» поддержали многие известные спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы Александр Семин, Дмитрий Труненков и Евгений Устюгов. Проект «Сердце километры» — это красноярский аналог большого общероссийского пробега «Россия без сирот». Его участники, дети и их приемные родители отправились в кругосветку на велосипедах. За два года участники проекта объездили почти всю Россию, преодолев дистанцию 15 тысяч километров. И на следующий год этот проект должен выйти за пределы страны. В Красноярском крае по дорогам колесят не семьи, а дети, и они хотят быть услышанными. Главная цель общероссийского проекта и его красноярского аналога, организованного телеканалами «Несей» — поднять в обществе проблему сиротства и пропагандировать все формы усыновления. Мы же крутим не «Сердце километры», а «Сердце километры». И за каждым километром, возможно, судьба какого-то ребенка-сироты, который может попасть в семью благодаря подобным акциям. Акция уже успела сплотить всех марафонцев. Уже в первый день участники велопробега нашли новых друзей на своем маршруте. «Были два ребенка, Кристина и еще парень, я не помню, как его зовут, Соснового Боска, но с ними познакомился. Также тут с моего детского дома были три человека. И с Железногорского детского дома был парень. Ну, мы дружим с ними, давно уже общаемся, как бы. Уже все все увиделись. И здесь еще больше сплотения общения». Пожалуй, это и есть главное, что успели обрести ребята за первый день пробега. Накрутив не один десяток «Сердца километров», дети отправились из Соснового Борска в Вознесенку и Саулова на ночлег. О том, как это было, смотрите завтра в новой серии проекта. Александр Ловицкий, Андрей Шалаков. Новости. «Велопробег «Сердца километры»» организован телеканалом «Енисей» совместно с Альянсом «Инициатив Россия без сирот». Акция проходит при поддержке ОАО «Красцветмет». ОАО «Красцветмет»